Организаторы так называемых референдумов, занятых российскими войсками регионов Украины, досрочно объявили голосование состоявшимся. За день до официального завершения процедуры, назначенные Москвой администрацией, заявили, что свою волю смогли выразить более половины избирателей в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В бюллетенях идет речь о включении украинских регионов в состав Российской Федерации. Организаторы голосования говорили, что намерены привлекать избирателей к участию в так называемых референдумах во время подымовых и поквартирных обходов. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли о всеобщей поддержке присоединения к России. Об этом же говорилось и в материалах российских государственных СМИ. Владимир Путин заявлял, что поддержит итоги голосования ТАСС и РИА Новости писали, что уже к четвергу их собираются признать обе палаты парламента России. А на следующий день президент может объявить об аннексии территорий. Киев заявил, что считает любые голосования на оккупированных территориях несерьезными. Правительство предостерегало местных жителей от участия в так называемых референдумах под угрозу уголовного преследования. ЕС, страны Большой Семерки и другие государства обещали, что никогда не признают организованные Россией процедуры на украинских землях, назвав голосования эффективными и пригрозив Москве новыми санкциями. США пообещали продолжить поддержку Украины в противостоянии российскому вторжению. Субтитры создавал DimaTorzok